Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето закончилось, а спортивной жизни нет. На Самарской набережной работают площадки для пляжного тенниса в рамках муниципальной программы «Самара в движении». Глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с кандидатами в губернаторы Самарской области Натальей Босяриной, Алексеем Лескиным и Михаилом Маряхиным. Они приняли участие в избирательной кампании этого года. Губернатор рассказал, что сейчас готовятся поправки в бюджет 2024 года, чтобы провести большой объем дополнительных мероприятий, которые необходимы в этом году. Также ведется формирование бюджета на 2025-2027 годы. Он будет бюджетом развития. И попросил принять в этом участие. Губернатор отметил, что со стороны кандидатов было проведено много работы по общению с жителями. Они понимают, какие проблемы есть в регионе. И у них есть много интересных идей, которые они способны притворить в жизнь. В Самарской области продолжаются перестановки. Главой Сызрани стал Сергей Володченков. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы. В регионе за неделю с 9 по 15 сентября количество заболевших COVID-19 выросло на 60% и составило 2821 человек. Об этом сообщили на портале для информирования о социально-экономической ситуации в России. Кроме того, увеличилось число выздоровевших на 64% по сравнению с предыдущей неделей. Выздоровели 1882 человека, а 55 человек госпитализировали. В Самарской области активизировались клещи. Обычно с началом осени они впадают в спячку, но из-за теплой погоды клещи не дремлют. Число их жертв растет с каждым днем. С начала эпицезона в Самарской области атакам этих кровососущих подверглись 2741 человек. Из них 844 – дети. Данное опубликовал Роспотребнадзор. За последнюю неделю наблюдения с 9 по 15 сентября заражение инфекционным клещевым баррелиозом, клещевым вирусным энцефалитом не зарегистрировано. Единый день безопасности в областной юношеской автошколе прошел КВС на знание правил дорожного движения. Событие было приурочено к Федеральной неделе безопасности. Подробности в нашем сюжете. Тесты на знание правил дорожного движения, оказание первой помощи пострадавшим и умение управлять самокатом. Эти и другие испытания ожидали участников единого дня безопасности. Около ста школьников в возрасте 9-10 лет разделились на группы и приступили к прохождению 10 станций с различными заданиями под руководством опытных кураторов. У младших детей прям глаза, правда, горят. У них такой интерес в глазах. Я просто стою, их даже вместе собрать не могу. Им везде побегать, везде просто хочется им. За правильностью выполнения задания следили сотрудники госавтоинспекции. Команде, набравши наибольшее количество баллов, вручили памятные подарки. Дорожная калейдоскопность игра, она прежде всего направлена на закрепление и еще раз повторение правил дорожного движения для всех участников – пешеходов, велосипедистов, водителей, пассажиров. Мы, сотрудники госавтоинспекции, сотрудники образования, надеемся на то, что мы этим самым помогаем им справиться и не допустить нарушений правил дорожного движения и не попасть в дорожно-транспортное происшествие. В начале каждого учебного года во всех образовательных учреждениях проходит Единый день безопасности. В рамках этого события для детей проводятся мастер-классы, квесты и пешеходные экскурсии, направленные на обучение правилам дорожной безопасности и закрепление знаний. Сентябрь, начало учебного года традиционно является временем, повышенным травматизмом на дорогах. Статистика показывает, что растет количество травматизма детей. И как раз, чтобы привлечь внимание общественности детей в очередной раз, научить и показать правила безопасного поединения на дорогах, мы собрали такое областное очное мероприятие. Обучение правилам дорожного движения проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В столице региона прошел телемост между Самарой и ее побратимом в Беларуси – Брестом. Участие в нем приняли школьники. Поздравили белорусов с Днем народного единства и поговорили о традициях. Слово Полине Чуляковой. Узнать о традициях братского народа и наладить межнациональные связи. В столице региона прошел международный телемост в единстве «Наша сила». Юные самарцы пообщались с братьями-белорусами, которые сегодня отмечают День народного единства. Ребята рассказали друг другу об историях этого праздника в родных странах, о традициях и обычаях. Это сплочение двух народов. Цель этих мостов – чтобы дружили дети из России и дети Беларуси, дети Самары и дети из Бреста. Чтобы лучше понимали культуру белорусского народа и знали свои традиции. Самара и Брест стали городами-побратимами в 2022 году. С тех пор между Библиотекой народов Поволжья и Центральной библиотекой Бреста заключено соглашение о культурном сотрудничестве. В марте сотрудники Самарской библиотеки побывали в Беларуси на творческой встрече. Регулярно проходят и телемосты между школьниками. Ученица 8 класса 13 школы Вероника Щеголева рассказывает, всегда участвует в мероприятиях с интересом и мечтает поехать в Беларусь. Узнала какие-то достопримечательности Беларуси, еда, национальное блюдо. Знать больше нового, мир держать между друг другом. Мне очень понравилось, потому что я, как считаюсь, театральный человек. Мне вот такие мероприятия очень нравятся, особенно когда можно установить связь между другими городами. Это очень здорово, когда ты сможешь пообщаться с другой аудиторией. Можно обменяться опытом, они интересны тоже ребят, с которыми можно найти общий язык и поболтать с ними о разных темах. Мне понравилось, как они рассказали свою историю, что они вот так вот рассказали о своих достопримечательностях, о себе. Ближайший телемост, который планируют провести в библиотеке, состоится 24 сентября и будет посвящен семье. В нем примут участие школьники из Самары, Бреста и Нефтеюганска. Полина Чулякова, Константин Головин, События. Инопланетные дети. Подростки часто используют в своей речи непонятные родителям слова и выражения. Как на это реагировать, игнорировать, настаивать на том, чтобы говорили литературным языком, или самим перейти на сленг, расскажем в нашем сюжете. Родители подростков нередко слышат в их речи непонятные слова. Порой их так много, что даже смысл того, что хочет сказать ребенок, ускользает. Стоит ли беспокоиться, или это нормальный этап взросления. Оценивать речь в категории «хорошо» или «плохо» очень сложно, потому что язык – это живой организм, который всегда убирает лишнее и оставляет нужное. Речь подростка – это такой определенный индикатор. Индикатор на возраст в том числе. В 22-м году в российский орфографический словарь добавили 151 новое слово, среди которых популярны у подростков погуглить бумеры и покерфейс. Это явление нормальное, это постепенно в нашу русскую речь входят иностранные слова, в том числе и мы, взрослые, ими тоже с удовольствием пользуемся. И в профессиональном сленге, например, чекап организма или скрининг, то есть никого уже этим не удивишь. Арсений Назар учится в 9-м классе. Говорят, используют сленговые слова только в тех ситуациях, когда это уместно. Сленг в основном либо выражает какие-то новые понятия, которых раньше не было, либо он помогает сократить предложение, которое ты говоришь. Я пользуюсь сленг в разговоре только с друзьями и с близкими людьми, с семьей, но иногда еще и с учителями. В основном сленг – это англицизмы или сокращение уже существующих слов. То есть прифот – привет, ГГВП – это good game, well play, то есть, условно говоря, типичное прощание в играх. ББ – это bye-bye, типа пока. Есть в каких-либо таком англицизмах, допустим, или какие-нибудь сокращения слов. Однако я в домике часто используюсь с верстниками и, допустим, с людьми, которым мне доверяют, например, мои родители, некоторые, например, учителя. По мнению психологов, сленг – не просто языковая игра. Он выполняет важную роль в становлении личности подростка, помогает ему обрести друзей, найти поддержку и повзрослеть. Возраст от 13 лет до 17 – это такой возраст становления личности. И в первую очередь это процесс идентификации. Подростки ищут ответ на вопрос «кто я?», «какой я?». И это помогает им сепарироваться в дальнейшем от своих родителей, начать свою взрослую жизнь. А второй момент, который переживают подростки в этот период – это найти своих. Свою стаю, присоединиться к ней, чтобы не было так страшно заходить во взрослую жизнь. Важно, чтобы ребенок, активно используя сленговое слово, знал и его литературный синоним. А это уже задача взрослых. Сочинения современных школьников порой изобилуют неуместными словами, потому что они не знают, как иначе выразить свою мысль. Тревогу вызывает то, что порой мы не рассказываем об этом детям, что можно заменить то или иное слово литературным и присутствующим в активном словарном запасе профессиональным. Потому что очень трудно отойти от этого, когда человек начинает взрослеть. Все мы знаем о том, что подростки очень много времени уделяют играм. И когда в процессе игры иногда зависит командный результат от подростка, вместо того, чтобы объяснить полноценно, что он имеет в виду, ему проще скинуть какой-то смайлик или реакцию, чтобы его все поняли. Я, например, на подростковых наших группах всегда говорю, я бабушка уже старенькая, не все понимаю. Я прошу объяснить по-русски. И это дает возможность обогатить подросткам свой словарный запас и научиться выражать свои эмоции через слова, а не через стикеры, наклейки, мемы и так далее. Родителям важно знать смысл сленговых словечек. Можно попросить их расшифровать самого ребенка, а еще лучше воспользоваться интернетом. Сленг поможет понять, что за сигма этот чечек. То есть, чем увлекается подросток. Ведь сленг часто пересекается с лексикой, связанной с аниме, скейтбордингом, граффити. На речь подростка влияет музыка, которую он слушает. В соцсети любимые видеоигры. Стоит обратить внимание, что означают слова, для того, чтобы понять, в какой среде сейчас вращается подросток, с кем он общается. Потому что есть, это не секрет, очень много сленговых слов, которые обозначают наркотические вещества и так далее. То есть, важно понимать, что подросток имеет в виду. Филологи уверяют, что сленг был всегда, даже в то время, когда жил Александр Сергеевич Пушкин, который, будучи солнцем русской поэзии, все же позволял себе языковые вольности. Мне кажется, что он бы вообще не понял сейчас языка русского, потому что он жил бы во времена, когда был дореформенный русский язык. Поэтому он бы не помнил, мне кажется, самые обычные слова по типу, не знаю, привет, как дела? Ну, если бы понимал контекст, то, мне кажется, он бы нормально отнесся, потому что это все-таки язык живой организм. Он эволюционирует, проходит разные стадии, растет, расширяется. Ну, вообще, Пушкин на тот момент был чуть-чуть революционером, можно так сказать. Потому что тогда французское общество и французская культура ворвались в Россию. И, получается, Пушкин был единственным таким человеком, который начал использовать русские слова, русские выражения и ввел моду на употребление оных. Так что я считаю, что да, он нормально бы отреагировал. Но даже если вы тщательно изучили сленг, знаете смысл каждого слова, лучше не использовать их во время общения с подростком. Задача родителя – сохранять свою иерархическую ступеньку, разговаривать на своем языке. И иногда, когда родитель пытается стать ближе к своему сыну или дочери в подростковом возрасте, который находится, он начинает злоупотреблять этими словами, сленговыми. И в глазах подростков, на самом деле, это выглядит неестественно и стороны родителей даже иногда комично. Дети относятся к сленговым словам довольно ревниво. Это их территория свободы, борьбы за самостоятельность и независимость. Примерно к 18 годам, когда период взросления ребенка завершится, сленговые слова из его лексикона постепенно уйдут. Виктория Шарая, Константин Головин, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, кто в семье обычно решает, какой фильм посмотреть. Я, это однозначно я, объясню почему. Потому что я люблю фильмы, сериалы, основанные на реальных событиях. А фантастику я, к сожалению, не особо люблю. Папа. Муж. Ну, потому что он больше смотрит телевизор, чем я, поэтому он и выбирает. Ну, если это семейный сериал или фильм, то, скорее всего, дети в приоритете. Супруга. Почему вы? Активность проявляю больше. Это совместное решение, как правило. Вместе выбираем. Конечно, я. Жена в основном работает, я на пенсии. Закружилась осень в танце, в вихре листьев золотых. Музыкально-поэтическое мероприятие под таким названием прошло в Самарской библиотеке номер один. Услышать стихи и песни в исполнении группы «Хорошее настроение» из Дворца ветеранов пришли около 40 человек. Наша съемочная группа тоже прониклась лирическим настроением. Людмила Копленко в Самарской библиотеке номер один завсегдатый. Не только регулярно берет книги почитать, но и не пропускает ни одного мероприятия, которое здесь проходит. Больше всего Людмиле запомнилась историческая лекция про Самару. А в этот раз она решила послушать выступление своего любимого коллектива из Дворца ветеранов «Хорошее настроение». Все время хожу смотреть эту группу. У них красивая одежда, великолепная пиани, строй. Все мне нравится. В библиотеке на музыкально-поэтическом мероприятии «Закрушилась осень в танце», «Вихри листьев золотых» прозвучали песни советского времени и стихи. И улыбка без сомнения вдруг разнется вашей глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Концерт для посетителей организовали сотрудники библиотеки. Рассказывают, хотели сделать осенний праздник для своих читателей. Наши артисты прекрасно подготовились, надели прекрасные концертные костюмы. Я украсила зал аппликациями в виде золотых кленовых листьев. И поэтому мы надеемся, что мы создадим атмосферу золотой осени. Подготовка к мероприятию – это тоже работа, но это приятно. Это творческий процесс. А заниматься творческим процессом всегда интересно. Музыкально-поэтические мероприятия проходят в библиотеке регулярно. В этот раз послушать песни пришли около 40 гостей. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События. Память, которая живет на страницах книг. В Самаре в библиотеке номер 15 прошел поэтический вечер, приуроченный к юбилею советского поэта Бориса Слуцкого. Обсудили его биографию, творчество и прочитали стихи. Подробности расскажет Полина Чулякова. С поэзией Бориса Слуцкого Галина Вострикова знакома с детства. Стихи его изучала еще в школе, но сейчас, говорит, они воспринимаются совсем по-другому. Галина считает библиотеку номер 15 вторым домом. Часто приходит сюда на культурные мероприятия или просто взять книгу. Вот и сегодня не смогла пропустить поэтический вечер, посвященный 105-летию со дня рождения поэта. Это малоизвестный, но в то же время замечательный и прекрасный поэт. Он раскрывал тематику, и не просто военную, он еще подчеркивал, как война сама по себе сложная, потому что там человеческие судьбы, он их описывал в своих стихах, о любви много писал. С возрастом, когда внимательно вчитываешься, ты же не просто читаешь, ты вчитываешься, и между строк что-то другое узнаешь. Борис Луцкий – поэт советского периода. Пережил войну, и большая часть его творчества посвящена печальным событиям того времени, хотя на фронте он написал только одно стихотворение. На творческом вечере в библиотеке гостям рассказали о судьбе поэта, его творчестве, а также прочитали стихи. Культурный человек, образованный человек, человек, который получает информацию, он как бы понимает смысл своей жизни, да, о чем ему почитать, куда ему пойти. Это важно, важно еще и потому, что в библиотеке мероприятия проходят все бесплатно. Это поэт-фронтовик, и, как я считаю, вот в наше время он очень актуален, потому что его стихи настолько актуальны вот сейчас, вот в нашу сейчас действительность. Его нужно вспоминать, этого поэта, нужно читать этого поэта обязательно. Когда я стала готовиться к этому мероприятию, для меня вот открытием стало на самом деле. Я вот всю ночь читала, не могла оторваться от его стихов. Творческие вечера и культурные мероприятия проходят в библиотеке регулярно. Посетить их может любой желающий. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Лето закончилось, а спортивная пляжная жизнь в городе продолжается. На Самарской набережной работают площадки для пляжного тенниса в рамках муниципальной программы «Самара в движении». Попробовать солнечный вид спорта может каждый желающий. Он просто в изучении и понимании. Наша съемочная группа тоже отработала несколько ударов на свежем волжском воздухе. Волга, солнце, пляж, улыбки людей. Ради такой атмосферы и приходят по утрам на Самарскую набережную пляжные теннисисты. Сначала разминаются, а потом проводят товарищеские матчи, подружески соперничая, но все равно поддерживая друг друга. У нас был какой-то комьюнити людей, которые давно занимаются пляжным теннисом. Но сейчас, благодаря тому, что здесь это стало общедоступно, таких людей становится все больше и больше. И это такая атмосфера жизни. Здесь все кипит, все улыбаются, все друг друга поддерживают. И это несравнимо ни с чем. Площадки для пляжного тенниса на спуске с улицы Льва Толстого работают в рамках муниципальной программы «Самара в движении». Ознакомившись с расписанием в группе ВКонтакте, любой желающий может прийти на пробную тренировку. Профессионалы отмечают, люди, у которых был опыт игры в большой или настольный теннис, или в бадминтон, могут освоить эту разновидность спорта за одно занятие. Для начинающих одного часа вполне достаточно для того, чтобы познакомиться с игрой. Начинаем с того, чтобы правильно учить держать ракетку, основы правил игры в пляжный теннис, и затем проходимся по базовым ударам. В конце тренировки большинство уже может даже разыграть розыгрыш и поддержать друг с другом мяч. Здесь проводят и детские тренировки. Многие ребята так и познакомились с этим видом спорта, а теперь защищают честь региона на всероссийских и мировых соревнованиях. Занятия на набережной будут продолжаться, пока будет позволять погода. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Хоккеисты «Лада» и ЦСКА ВВС уступили в матчах своих чемпионатов. Гандбольная «Лада» второй раз подряд играет в ничью в Суперлиге, а самарские дзюдоисты прошли отбор на чемпионат России. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лада» уже второй раз на старте сезона КХЛ сыграли против финалиста последнего розыгрыша Кубка Гагарина Ярославского локомотива. Переиграть оппонентов тольяттинцам не удалось и в этот раз. Железнодорожники в целом контролировали ход матча и смогли воплотить это преимущество в два гола. А в третьем периоде гости бросили все силы, чтобы отыграться. Один раз забить удалось. Алтыбор Мякян реализовал большинство, но сравнять в концовке при финальном штурме ворот не получилось. 1-2 поражение «Лады». Хоккеисты ЦСКА ВВС начали первую домашнюю серию игр в ВХЛ с поражения. На своем льду самарсы принимали одного из лидеров турнира – клуб Норильск. Первый гол в матче был забит хозяевами во втором периоде. На 34-й минуте отличился Мустафин. Но через несколько минут гости сравняли. На старте третьего игрового отрезка норильчане завладели преимуществом в две шайбы. Летчики смогли лишь отыграть один гол на последних минутах. 2-3 поражение ЦСКА ВВС. Самарцы на 22-м месте в таблице. Гандбольная «Лада» на своем поле в рамках российской суперлиги принимала действующих чемпионок турнира столичный ЦСКА. С самого начала матча активная поддержка трибун, точная атака и отличная работа в обороне помогли итальятинкам оторваться в счете. Но фавориты сдаваться просто так не собирались и постепенно сокращали отрыв. Сравнять счет удалось на последних минутах встречи. У хозяек паркета был шанс организовать победную атаку, но забить не удалось. 28-28. Вторая подряд ничья «Лады» на старте чемпионата. Уроженка Тольятти, 16-я ракетка мира Диана Шнайдер, вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сеуле. В матче второго круга она в двух сетах обыграла Кэрол Джао из Канады со счетом 6-3-6-2. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Россиянка допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейкпоинта из семи заработанных. В следующем раунде Шнайдер сыграет с победительницей встречи между 18-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк и представительницей Великобритании Хидер Уотсон. В Челябинске состоялись всероссийские соревнования памяти Григория Веричева под зюдо среди мужчин и женщин. В состязаниях приняли участие 198 спортсменов из 20 регионов. Помимо наград, спортсмены также разыграли путевки на чемпионат России, который состоится в конце октября в Сириусе. Право выступить на главном старте сезона получили все финалисты состязаний в Челябинске. Сборную Самарской области представляли семь человек. Они завоевали две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской сообщает, что доведенное финансирование позволит этой осенью привести в порядок 22 участка автодорог и пешеходные зоны на 48 объектах. С учетом того, что сроки у подрядчиков сжаты и дорожно-строительный сезон длится до конца октября, дано поручению увеличить темпы ремонта. Сейчас идет озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта, выполненного по дорожному нацпроекту. С начала текущей недели специалисты МПС Песаремстрой Зеленхоз высаживают там липы. Всего заготовлено 94 саженца. Ежедневно планируют высаживать порядка 12 лип. На всех локациях будет работать система автополива, которая уже смонтирована. Срочную информацию для крутых парней и не менее крутых девчонок представляет администрация железнодорожного района. В Самарской области заработал чат-бот по вопросам трудоустройства в Росгвардию. Что умеет чат-бот? Конечно, отвечать на все интересующие вопросы. О службе в подразделениях управления Росгвардии по Самарской области, а также в новых регионах Российской Федерации. Об альтернативной службе, о поступлении в ведомственные вузы Росгвардии. А также на множество других вопросов. Если интересно, ссылка на экране. Маткапитал можно потратить без остатка, напоминая телеграм-канал администрации Самарского района. Единовременную выплату можно оформить на портале Госуслуг. Это возможно, если на счету маткапитала осталось менее 10 тысяч рублей, и другие запланированные выплаты уже завершены. В карточках можно уточнить подробности. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...